Дорогие друзья, с вами Валерий Буфсуновский. Итак, мы с вами прошли 40 уроков первые и разобрали с Жанго. Теперь я хочу, чтобы вы все собрали в голове. Мы с вами пишем сайт социальной сети. Не надо, наверное, говорить, что даже первые вещи, которые мы пишем, можно написать простой сайт, но если нам понадобятся многие вещи. Ну, мы сейчас поговорим, что мы напишем. Что мы напишем дальше, да? Но я подготовил план, потому что цель этого видео, мы поговорим сейчас, да? Цель этого видео это собрать в голове до кучи, как работает Жанго. Для этого я составил конкретный план и рекомендации, которые помогут писать абсолютно на любых языках и, ну, и, само собой, освоить Жанго. Многие ребята пишут, что у них все получается, понятно, что уроки по шагам. То, что можно было вместить в несколько страниц, там в десяток вместилось 40 уроков. Всего 100 уроков, да, уже написано. Будет еще, наверное, штук 200. Итак, что мы пишем? Давайте напомним себе. Наша задача написать полноценный сайт, который будет включать, значит, дискуссии. Здесь могут быть, если вы занимаетесь видеоуроками, видео, то видео. Здесь могут быть на месте дискуссии посты, здесь могут быть на месте дискуссии аудио. Все, что вы решите. По сути дела, когда мы пишем этот сайт, вы можете, у вас достаточно будет опыта поменять и сделать свой сайт с элементами социальной сети или просто социальную сеть. Это ваше дело. У нас будут основные вещи. Это, вот мы сейчас с вами написали мои дискуссии, да? То есть, вот такую страницу, просто пока немножко попроще. Усложнять будем дальше. Далее будут все посты. Далее будет сохраненный, если пользователь читает и решил все сохранить, почитать позже. Понятно, что пишем дальше лайки. Это нам надо будет освоить Django плюс Ajax. Это знание вам очень пригодится. Почему? Потому что будете использовать повсеместно. Почему? Дальше поговорим. JavaScript мы в школе тоже изучаем. Так, короткое уведомление. Потом можно дописать уведомление по электронной почте. Последние посты. Мы еще решили, что можно будет сделать самые читаемые посты. Далее, возможность просматривать профиль. Возможность подписаться под пользователя. Допустим, пользователи интересные записи. Подписаться и тогда получать уведомления. Получать уведомления по комментариям. По все. Добавлять друзья. Подтверждать запрос. Отписываться от друзей. Личные настройки. Чат. Если человек дружит друг с другом, то у него появляется чат. Django уже давно, кстати, асинхронный. Поэтому все это средствами Django. Но мы будем использовать Django каналы. Это очень круто. Ну и дальше можно расширять сколько угодно. Итак, мы сделали первые шаги. Пока оставляем. Сейчас, ребята, именно для тех, кто сделал уроки. Но я прошу прощения. Есть люди, которые начали с этого видео. Если вы посетили эту страницу впервые. Вообще сейчас мы подводим итог этих уроков. Как я сказал, мы будем далее собирать, как работают модели. То есть в голове соединять, смотря на наш код. Поэтому, если вы просто попали на эту страницу, то посетили ее первый раз. То первым делом посмотрите это видео до конца. Это раз. У вас есть, я предложил три варианта. Вариант номер один. Вы можете просто посмотреть эти уроки по порядку. Их 40. Единственное, там один урок, его надо искать отдельно, где-то 19. Он с Жанга 2. Почему бы там о парте говорится, не было смысла писать. Все остальные уроки пронумерованы. Мы делаем все по порядку. Создаем проект, создаем виртуальное окружение. Устанавливаем библиотеки, пишем код, разбираемся. Это вариант один. Вариант два. Вариант два. Значит, вы получаете доступ. Вы получаете доступ. И здесь есть код, все. И начинаете заниматься с теми же уроками по написанию сайта. Но с кодом совсем. Со всем, да, то есть, где все расписано, и код, и все. Это вариант два. Есть вариант три. Он, наверное, если вам кажется, что уроки это самый быстрый, вариант третий самый быстрый. Вы тоже получаете доступ и начинаете заниматься все-таки по рекомендованной системе. То есть, идти с самого нуля. Можно здесь пойти, работать, допустим, два дня поработали с пайтом, три с жанго. Два с пайтом, три с жанго. Здесь вы тогда работаете по путеводителю с языками, дальше поговорим. А с жанго начинаете с первых уроков. Это существенно, на самом деле, увеличит вас результат в разы. Почему? Потому что, если тезисно, да, если тезисно, есть вещи, я часто повторял в курсах, ребята, кто смотрели, и ребята школы, которые смотрели, понятно, что пишут. Что, да, это правильно. Так вот, есть вещи базовые, допустим, модели, мы рассматривали в процессе всех уроков, сначала просто вошли, потом, есть вещи, допустим, URL. Мы не можем позволить себе, на самом деле, отвлекаться на URL и полупонимание. Поэтому первые уроки, извлечение URL, послак, ID, namespace с использованием и getAbsoluteURL, мы доводим до автоматизма. То есть, чтобы больше не отвлекаться. Второй момент. ListView. То есть, берем классы. Далее, в уроках, кто смотрел уроки, знает, что мы составили алгоритм, как вообще писать надо, да, как пишутся представления по алгоритму. Это довольно просто. Мы о нем еще поговорим, я думаю, если я сейчас не забуду, потому что, ну, будем идти по плану. Так вот, мы пишем классы, рассматриваем ListView, все остальные вещи, DetailView, UpdateView, ForumView, они работают по одному и тому же принципу. В принципе, везде одни и те же методы, наша задача была научиться их переопределять. И тут мы уже их применяли. Отлично. Итак, вот эти три варианта, вы выберете свой. Теперь я перехожу для ребят школы, для ребят, которые просмотрели эти видео. Сейчас наша, ребята, цель собрать в голове. Теперь я говорю, мы становимся, вы замечаете, как растут ваши знания, вы растете в цене. Опыт, да, радость. Но это мало, ребят. Я понимаю, что сделали страницу, все это работает, все это класс. Но это еще не то. Нам надо так, чтобы волосы дыбом стояли. Итак, наша задача собрать в голове единое целое то, что мы прошли. То, что мы прошли. Будем это делать. Открываем свой проект, следим, да, и будем это делать на проекте. Я постараюсь где-то рисовать схемы. В общем-то, погнали. Погнали. Итак, первое. Нам надо очертить, что мы делать будем дальше. То есть, это мы уже очертили. Нам надо написать уведомления, нам надо написать чат, нам надо дописать полностью посты, с кем мы раньше вообще рассматривали. Нам надо написать профили. В общем, все это надо писать. И посему писать эти вещи, они, будем говорить так, немножко сложнее. Но вы заметили, что когда делали уроки, все получилось. Правильно? Поэтому. Сейчас важный момент. Сейчас надо уже это собрать в голове. То есть, как работает джанга, мы не должны больше отвлекаться. По сути дела, что вам надо переосмыслить? Я рекомендую, ребят, еще один момент. Смотрите. Вот эти 40 уроков. Теперь постарайтесь, вот вы их сделали, да? Постарайтесь написать еще один параллельный проект, но, урок посмотрели, но пользоваться справкой. Намотайте это, чтобы вы ее начинаете понимать. Это архиважно. Постарайтесь. Ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Сейчас, секунду, извините. Вот она первая, все. Сначала я постараюсь, чтобы вы где-то переосмысливали. Мы начнем с модели. Во-первых, я хочу сказать, запомните. Модель представления контролер, это было в начале. Да, в джанга было взято. На сегодняшний день джанга полностью все вещи независимые. То есть, модель может работать с любой базой данных, джанга может работать без модели или с любыми файлами. То есть, джанга стремится к тому, чтобы все работало отдельно. Это раз. Второе. Чтобы вы не сомневались, инстаграм все знают, серверная часть в инстаграм написана джанга. Вопросы отпадают. Поехали дальше. Итак, модель. Ребят, открываем нашу модель нашего приложения блок. И смотрим. Мы с вами создали поля. Теперь перебираем в голове. Старайтесь следить то, что я говорю, и вы отмечаете. Да, я это понимаю. Итак, модель это класс. Класс Python. Пути мы знаем. Если модель это класс, значит она поддерживает методы. Отлично. Мы уже писали. И будем дальше писать. Будем использовать, вот сейчас будем далее в уроках, извлекать страницу. Будем использовать getAbsoluteUrl. Кто прошел уроки с нуля? Вспоминаем. Да, я говорю. Чем отличается getAbsoluteUrl от, допустим, namespace. И сейчас информация. GetAbsoluteUrl идет извлечение по переменной. То есть, ошибки быть не может. Namespace идет поиск. Пропустили или вспомнили? Если пропустили, значит повторяем URL. Прямо сейчас идем. Погнали. Дальше. Что есть в модели? В модели есть мета. Мета-опции. Мета-опции дают возможность расширить, либо изменить доступы к самой модели. Вот в данном случае более человекочитаемый вид. В модели есть поля. Поле является экземпляром класса. Модель содержит сами поля. В данном случае Chartfield. На что я говорил обратить внимание в модели? На настройки полей. Именно настройки полей определяют поведение модели. Итак, это мы все прошли. Мы знаем. Открываем документацию. И то, где я иду, вам уже знакомо. Мы хотим... Что главное в модели? Правильно. В модели главное API доступа. Carry Set. Выборка. Теперь. Помните, я говорил. В чем задача веб-разработчика? Вообще, по сути дела, любого веб-разработчика, который пользуется базой. Первое. Разместить данные в базе данных. В Django это делается при помощи модели. Второе. Излечить данные. Это мы делаем при помощи URL представлений, что дальше рассмотрим. Третье. Показать. Это мы делаем при помощи шаблонов. Так. Это тоже знакомо вам. Все отлично. Погнали дальше. Мы с вами работали с API. То есть, вспоминаем, что мы делали в представлении. Абсолютно правильно. Извлекали API модели по разным вещам. К представлению мы вернемся. То есть, не по разным вещам, а используя определенные методы API к модели. Итак. Но, тем не менее, в голове проще расставить так. Есть модель. Что имеет модель? Самое главное, что надо запомнить. Модель имеет API. API. В чем это API выражается? В методах. Это вы знаете теперь. То есть, мы их использовали. Отлично. Поехали дальше. Шаблон. Возьмем шаблон или представление. Я поставил второй шаблон. Итак, шаблон. Итак, представление. Я напишу. Итак. URL. Итак, форма. Все. Больше. Все остальное. Это база. Да. Все остальное прилагается. Когда есть это понимание, все остальное уже не сложно. И это не сложно уже. Шаблон. Представление. Форма URL. Теперь. Погнали дальше. Открываем код. Открываем код. Здесь у нас код представления. Здесь у нас user post. Код шаблона. Мы с вами сделали, пусть не такую пока красивую страницу, как здесь. Но наша задача была сделать просто страницу, вывести посты. Мы с этим справились. Это ваш первый опыт. Итак. Что нас интересует? Ребят. Мы с вами как раз проходили. И разбирали в Юпитере, как работает контекст. Почему? Нам понадобится Юпитер, но вы свой можете не запускать. Пока я запущу, сейчас я остановлю. Это все мы тоже настраивали. Жупитер, жупитер, ноутбук. Вот наш блок. Вот наш файл, с которым мы работали. Наши API, да, модели. Все, погнали. Теперь, когда мы с вами проделывали жупайтер, я, возможно, неправильно в Юпитере буду говорить, потому что мне вечно пишут. Ну, так я говорю. Контекст. Мы с вами уяснили одно. Джанго передает шаблоны при помощи словаря. Все, на этом точка. Это мы проверили. При этом, в последнем уроке, помните, я вам сказал, вспоминаем. Вот у нас идет представление, к которому мы придем. Здесь идет контекст, далее наша переменная и далее выборка с базы. Это обычное добавление в словарь, как обычное добавление в словарь по Python. Но все, здесь все банально просто для вас уже. Следующий момент. Система шаблонов имеет движок, который подключен. Получается, следующим образом, теперь следим и смотрим шаблон. Вот наш юзер пост. У нас получается следующая картина. Шаблон связан с моделью. Теперь вы говорите. Да, связан. То есть, если мы откроем модель, вспоминаем, поля модели мы указываем после переменной, к которой мы сейчас придем. То есть, вот это поле title. Иными словами, шаблон понимает поля модели. Есть шаблон, понимает поля модели. В голове дзынь, уложилось. Следующий момент. Шаблон связан с представлением. Абсолютно верно. Открываем еще одно окно. Открываем наше представление. Это закрываем. И смотрим сюда. В нашем представлении, когда мы определяли, мы переопределяли. Мы не определяли. Мы переопределяли getContextData функцию. Мы указали, что переменную шаблона, в которой будет храниться. Далее, что мы делали? Далее, мы пришли в шаблон. Так. И на тот момент мы узнали, что шаблон имеет. Что имеет? Абсолютно верно. Систему шаблонов. Откроем ее. Ой, систему. Сейчас правильно назовем. Систему тегов и фильтров. Мы с вами разобрались, что существует всего два обозначения. Одно обозначение это фигурные скобки с процентами. Другое обозначение, две фигурные скобки это переменная. Между вот этими вещами, между вот этими вещами, то есть фигурная скобка и знак процентов, вставляются все шаблонные фильтры, которые являются также API доступа. И которые определяют, что делать с контентом, то есть как его показывать. Это мы с вами делали. Иными словами, между этими тегами мы указали нашу переменную. И здесь мы делаем вывод. Давайте я две буду открывать, потому что не видно. Сделаем вывод. Четко понимаем. Шаблон связан с представлением. Во втором случае, когда мы переопределяли наш метод getContextData, мы создавали контекст. Иными словами, создавали словарь, Жанга внутри создала словарь, где дали человекоподобное имя. Где я вам рекомендовал блок, то есть следующий алгоритм. Представление, модель, что это? У нас блок, модель пост, юзер лист. То есть все вполне читаемо. В первом случае мы конкретно определяли контекст объект name. У нас было это то же самое. И это переменная, в которой хранится. То есть шаблон связан с представлением. Далее все происходило буквально просто. Мы запускали тег for. Все собиралось в переменную post. Теперь данные, которые были извлечены при помощи представления, переданы во временную переменную post. Мы ее ставим первой и ставим поле модели. В результате мы получаем то, что получаем. Получаем наш заголовок. Все остальное работает по этому же принципу. Здесь просто. Следующий момент. Шаблон связан с URL или не связан? А давайте-ка мы посмотрим URL. Абсолютно верно. Шаблон связан с URL. Каким образом? Во-первых, в шаблонах мы можем использовать наше имя. Что мы и делали. Когда мы изучали наследование шаблонов, вспоминайте, мы с вами взяли базовый шаблон. И для того, чтобы определить излечь пользователя. Сейчас я это найду. Ой, это не в базы, это навбар будет у нас, который мы вставили для себя. И вот мы видим, что шаблон при помощи URL, но мы ставим, то есть URL, который состоит из трех частей. Сам URL обозначает API доступа. URL-пост-лист это наша в URL-блоге имя, name. И user-пост-лист это то, что мы определяли в нашем представлении. User. Итак, что получается? Шаблон, система шаблонов связана... Система шаблонов связана... И здесь я рисовать не буду. С моделями. Формы мы оставим, дальше будем писать. С формами, с URL, с представлениями. То есть шаблоны связаны со всем. Теперь подойдем со стороны представления. То есть идет обратная связь. Ребята, то же самое, только уже наоборот. Если мы берем представление. Вот оно, да, мы переопределяли. Мы с шаблоном связаны? Да, в представлении мы определяем переменную. Которая потом и становится переменной, в которой складываются все данные с модели. Иными словами, если еще проще, то то, что мы извлекаем из базы данных при помощи команды API, вспоминаем модель менеджер метод извлечения. Оно все складывается в эту переменную, которая указывается в шаблоне. То есть все то же самое я рассказал, но теперь наоборот. Итак, представление связано с шаблоном. Теперь представление связано с моделью абсолютно верно. Мы с вами, я вам дал целый алгоритм. Зачем я сейчас как раз открыл Юпитер? Помните, я говорил, что лежит в основе представления? В основе алгоритма представления лежит первое. И самое главное, что в первую очередь мы что делаем с вами? В Юпитер проверяем, можем ли мы извлечь модель и как можем. Иными словами, мы начинаем работать вот с этими API моделей и извлекать. Извлекать, что нам нужно, сколько нам нужно и каким образом нам нужно. То есть представление само начинается именно с выборки. Мы не пишем все представление. Первое, что нам нужно знать, это конкретно, что мы хотим извлечь. Это вопрос один. Мы писали алгоритм. С этого все начинается. Зачем мы это делали? Во-первых, вы накопите опыт. Во-вторых, будете понимать. В Джанго можно делать самые сложные вещи. И мы с вами решили две вещи. У нас была задача извлечь записи пользователя. Раз. Мы проверили. Извлекли. Далее. Показать записи пользователя, показать, показали и продвинулись дальше. Все-таки показать записи пользователя, чтобы последнее было первой. Мы доставили минус в обратном порядке. Взяв поле DataCrit. То есть, это поле нашей модели. Дата создания. И по нему мы вытянули все записи. Получается, представление связано с моделью. Но и первая задача представления не так, как делают большинство и как делают в основном новички. Пишут представление, а потом ищут кучу исключений. Поэтому работаем именно по этому алгоритму. Первая задача представления связана с моделью. И первая задача перед написанием представления, это понять, что мы хотим. В данном случае задача конкретная, ясная, составляющая два шага. Мы ее решили. Когда нам понятно, что нам было извлечь, вспоминайте, да, что мы делали. После этого, после этого, мы действительно можем уже перейти к чему, как я вас учил. Перейти к выбору метода. У нас их несколько. Первый, это функции обычные. Второй, классы. Далее мы рассмотрели варианты, когда выбирают классы. Я вам сказал, ребята, если вы четко знаете, что у вас представление это конечное, без разницы, что брать функции или классы. Если вы хоть чуть-чуть себе подразумеваете, что возможно вы будете его развивать, смело берем класс. Почему? Потому что нам его будет легче расширять. И тут появляются и миксины, и все. Все это мы рассматривали. После того, как мы определились, мы выбираем метод, при помощи которого мы будем решать задачи. То есть, мы с вами написали, взяли два метода, getCureset переопределили, и потом второй взяли getContextData. Вы с уроков помните, это недавние уроки, в чем разница. Я здесь не буду заостряться. Итак, представление связано с моделью напрямую. Почему? Потому что представление решает главную задачу. Это что мы хотим извлечь из базы. Извлекается это все при помощи методов API. Методов API, которые имеет модель. Их много. Мы с ними тоже разобрались. И представление связано с шаблоном разобрались, с моделью разобрались, с формой, оно точно связано, мы будем писать далее, и с URL. Так как именно в URL мы указываем представление. Потому что, когда будет работать, человек откроет страницу, при обращении к странице, что будет произойдет, абсолютно верно, отработает наш класс, который мы написали. И выдаст с базы то, то, что заказывали. Отлично. Итак, представление получается у нас связано. Так, сейчас я кое-что сделаю. Вот так будет называться. Итак, чтобы не рисовать много стрелок. Представление у нас связано с моделью. Представление мы разобрали с шаблоном, с URL с формами. То есть, сначала я вам рассказывал со стороны модели, теперь с стороны представления. Все связано. Как я вас учил, всегда мыслить комплексно. Пошли дальше. URL. URL вы откроете, и что вы мне скажете? URL связан с чем? С представлением связан? Отлично. Вспоминаем. Навбар. Вот с URL имя, которое выводят посты пользователя. Ведь в URL, если мы здесь посмотрим, как указано регулярное выражение, строка юзернейм. А именно, это имя вызывает пользователя. URL. Следующий момент. Тут такой подвох. А URL связан с представлением? Да, связан. Ведь URL, это указано представление. А что еще URL может делать? Тут уроков нету, но ранее я давал. А вот этот, а свиф? Что это? Назови себя. А вспоминайте. URL в джанго, это практически живое представление. По сути дела, может быть. Почему? Потому что вот этот метод, мы ранее с вами изучали, мы смело могли указать где? Вот здесь. И здесь мы могли шаблон указать. Потому что есть метод, а свиф назови себя. И все, что мы делали представление, мы могли перечислить здесь. Почему? URL связан с представлением не просто, а намного более тесно. URL связан с шаблоном. Разобрались. А вот URL связан с моделью, на самом деле, просто нам не было необходимости. Но джанго и это может, ребята. Джанго и это может. Просто в этом нет необходимости. Если мы возьмем URL-комф и начнем просматривать, мы обязательно найдем очень интересные варианты. Где можно указывать, каким образом что извлекать. Но мы это сейчас заостряться на этом не будем. Почему? Потому что, в принципе, нам это не очень интересно. Иными словами, мы здесь можем указать словарь в URL. А словарь это шаблон. А шаблон связан с моделью. Вот через такую связь URL может связываться с моделью. То есть, когда нам хочется что-то уточнить, и мы в начальных уроках, кто смотрел сначала, мы об этом говорили. Что можно указать более конкретно, вот так. То есть, словарь. Это у нас конкретный шаблон. А шаблон мы рассматривали связан с моделью. Все равно, пусть через шаблон, но у URL тоже есть связь прямая с моделью. То есть, и отсюда можем достать модель. По формам будут уже буквально уроки следующие, когда мы будем создавать запись уже учиться. Здесь две вещи. Джанго делает формы совершенно просто из модели, а вот представление здесь надо разобраться. Здесь очень много тонкостей. Поэтому сейчас об этом говорить не будем, но все связи, которые есть в представлении обычном, есть и у формы. Разница между представлением, вспоминаем, я это тоже говорил, я говорил вам, есть пост и гет-запросы. Гет-запросы, то, что мы видим в строке, гет-запросы. Пост-запросы, это то, что передается в форме. Логин, пароль и все любые формы. То есть, мы их не видим, и они передаются по ключу. В этом вся разница. Отлично. Сейчас я хочу, чтобы вы осоздали всего лишь простую вещь, что в Джанго все части связаны в обоих направлениях между собой. Поэтому схему я далее рисовать не буду. Почему? Потому что все между собой связано. Это мы повторили. Теперь, следующий момент. Если мы хотим учиться действительно успешно, есть некоторые предпосылки. Первые несколько лет, первый вообще мой язык был Си в 2009 году, я начал изучать Python посложнее Си, сразу скажу. Это он просто на синтексис, но здесь всего очень много. У Си всего мало. Там проще. Но код можно написать очень сложный. Почему здесь такое по-разному. Но самих конструкций там очень мало. Можно в один лист вложить, грубо говоря, что есть Си. Здесь, поехали дальше. Есть система. Значит, первая рекомендация, самая важнейшая. Вы заметили, мы с вами часто что делаем? Делаем две вещи. В первую очередь, работаем со справкой. Постоянно. Ребята, этот шаг нельзя пропускать. Я не против Google. Но когда человек пропускает шаг документации, он не знает где, что, он не умеет ее читать, он себя тормозит. Очень сильно. И в конце концов, представьте вы доярку, которая говорит, а я за сиськи дергать не буду. Я вот коровы приду, но я за сиськи дергать не буду. Молоко буду доить, буду носить, но за сиськи коровы дергать не буду. Так откуда же будет молоко? Так вот то же самое и у программиста. Если программист ходит в Google, читает книги, но при этом избегает документации, ребят, ну, задумайтесь. Вы избегаете того, что самое главное в профессии документация и исходный код. Все, у программиста два критерия. В этом курсе мы работаем с документацией. Сложно, я показывал, не сложно. Все банально просто. Когда мы идем от своего кода к документации, мы понимаем, что там написано. Кроме этого, ведь мы же смотрели с вами исходный код, на самом деле не все там так страшно. На самом деле не все там так страшно, ведь мы же в уроках делали выводы из чего? Из исходного кода. Почему? Потому что исходный код, его надо начать смотреть, сначала тяжело, но со временем начинается пониматься документация. Мы же в юхе, вспомните, что мы делали. Мы смотрели исходный код, генерик, все, чтобы мы понимали откуда мы что. И когда мы брали кирюсет, мы здесь четко себе писали. И в последних уроках я проговаривал. Смотрите, здесь есть кирюсет. Какое? Правильно. Два варианта. Есть два варианта, когда мы обсуждали. Когда мы посмотрели, во-первых, что мы увидели? Мы увидели, что выборка и сразу метод. То есть, без менеджера можно применять, и это будет работать везде. Это хитрости. И отсюда начинается профессионализм. И мы это применяли. В одном варианте мы выбирали с стандартным менеджером, который называется Object. Программа, которая умеет извлекать методы API, а втором сразу применяли метод. Другое, что там написано, есть второй вариант, потому что он написан как или, где написано, идет стандартный менеджер и метод. Метод Аль нам сказал, что по умолчанию у Жанга поведение выводить все записи. Отлично. Не так страшно. Просто надо начать немножко. Но откуда все это понимание берется? Давайте разбираться дальше. В первую очередь все начинается с нескольких языков. Есть такая вещь, Джейсон. В принципе, это оттуда пошло. Собрались программисты и решили, а как же общаться между языками? На самом деле, если вы переведете, то вся идея Джейсон следующее. Все языки схожи. Просто в разных языках структуры данных могут быть по-разному реализованы. Где-то список, где-то словарь, где-то запись, где-то массив. Но в принципе во всех языках все одинаково. Иными словами, есть люди, и я был такой человек в первые годы свои, я изучал один Python. И я считал, что все везде как в Python. Но все это не так. И мне многое не доходило. Когда же я открыл для себя, помню, JavaScript, он был совсем непонятный, там все было совсем не так. И я начал изучать JavaScript отдельно. И я не понимал ни того, ни другого. Спустя годы я нашел простой способ. Уже, когда я выучил все это, стало понятно. На самом деле все оказалось просто. Все начинается с нескольких языков и все начинается, ребят, с трех вещей. Система работы с кодом. Сама система работы с кодом начинается с функций. Все, все подобные языки в основе своей, в своей основе, что содержит абсолютно верно. Функции. Функция это, в классе это метод и сам класс тоже работает по принципу, то есть имеется ввиду, что все исключения будут как и в функциях. Иными словами, если мы разобрались в функциях, то мы напишем метод. Мы будем понимать исключения класса. Все банально просто оказалось. Следующий момент. Если вы возьмете функцию абсолютно на любом языке, то у нее будет всегда все одинаково. Иными словами, будет ключевое слово, оно может быть любое. Dev, Fun, Function, это не важно. Будет название, либо там без названия, анонимное. И обязательно будет поле параметров. Просто-напросто, в чем смысл, если вы знаете, что в JavaScript есть поле параметров, в любом языке есть поле параметров. Значит, всего лишь надо разобраться с этими параметрами. Так вот, ваша задача, в моих уроках, которые я перед вами ставлю, эти параметры должны считываться по взгляду. То есть, по сути дела, при изучении функции у вас должны быть отработаны до блеска три вещи. Считывать параметры по взгляду, вызов функции, сразу не задумываясь, и исключения, в первую очередь, основные, которые связаны с вызовом. Это нам дает возможность легко со временем читать исходный код. Почему? Потому что весь исходный код состоит из методов и из методов либо функций. И когда мы можем считать параметры, мы четко понимаем. Посмотрели и смотрим. Это метод, где два позиционных параметра, значит они обязательны. Все. Значит мы должны передать функцию два обязательных аргумента. Это должно произойти по щелчку сразу. Все остальное начинается отсюда. Если у нас есть хоть маленькие затруднения сработают функции, мы проходили язык и их прошли как весь язык, так посмотрели, посмотрели, то в принципе программировать нам будет очень сложно. Мы будем мучаться. Почему? Потому что у нас под ногами нет. Иными словами, нет функции, если взять с дояркой, есть с дояркой, да, то есть нет функции, это значит доярка есть, но поле нет, коровы нет, ведра нет, но доярка есть. Кого будем доить, с кем будем доиться, что будем доить, откуда будем брать молоко, это неясно. Есть только доярка, всего остального нет. Если у вас нет функций, у вас нет языка. Вы здесь программирование где-то там. Программирование в первую очередь предполагает четкое понимание функций методов классов, если классы имеются. Функции методы класса в свою очередь предполагают четкое понимание работы с параметрами, то есть что там за параметры, значит сами параметры имеют под собой понимание, что им передаются аргументы. И если что-то не так, вызывается исключение. Когда все эти вещи отработаны, а что я и даю в школе, то на самом деле оказывается открываешь JavaScript, понимая функцию, пишешь на нем сразу, открываешь Go, пишешь на нем сразу. Почему? Потому что в первую очередь в голове вверху стоит понимание функции, но функция не относится к какому-то конкретному языку, просто в одном языке есть позиционные параметры, в Kotlin кстати все параметры взялись с Python, не знаю почему, но там позиционные именованные, либо как JavaScript, там вообще просто как бы параметры, сейчас вылетело слово, в общем-то там иными словами, что начинает происходить, у вас начинает отделение переосознания языков, разница начинается в том, что если допустим я переключался JavaScript, я не хотел неправильно назвать, я по-своему же Civic, если вы откроете допустим JavaScript, то и первый раз открыли, то или любой другой язык, то программист будет смотреть, а что там за работа функции, да, зачастую пишут концепции JavaScript, это все и преподносят так, допустим, да, да, это все вроде правильно, но на самом деле здесь не все концепции JavaScript, здесь есть некоторые свои вещи, а далее все, замыкание, ведь это же не относится к JavaScript, что у Python нет замыкания, есть, все эти вещи, они относятся вообще к программированию, но не конкретному языку, просто люди пишут, вот мне в JavaScript нравится замыкание, так а что, в Python нету, есть, просто в JavaScript немножко другая концепция сама по себе, на этом построено очень много в языке, по сути дела, по сути дела, каждый язык имеет какие-то свои особенности, но на самом деле, все эти особенности легко изучаются, когда у вас есть основа, все остальное понимается быстро, посему мы проходим в школе, я рекомендую три языка, Python, J.C. Kotlin, начните, это будет правильно, потихонечку, следующий момент самый важный, вот здесь есть, я давал видео, в то раз быстрее выучите Python, тестирование, абсолютно верно, если как, да я сам, грубо говоря, дурак, да, когда-то я, если бы я раньше это понял, сейчас это я говорю вам, а когда-то я думал именно так, как думаю все, тестирование нужно кому, конечно же, когда есть там серьезный проект, когда там есть все, чтобы проверить, ребята, это правильно, но новичку он нужен, раз сто нужнее, раз сто быстрее, поэтому следующие шаги, которые мы делаем уже сейчас, дальше в курсе, мы подключаем, что делаем абсолютно верно, мы с вами, это другой проект, который уже написан, который вы видели, готов, мы с вами делаем следующее, создаем папку тест, подключаем тестирование, начинаем разбираться, что в джанго тестируется, что не тестируется, что надо тестировать, а теперь, ба-бам, хотите выучить язык в разы быстрее, хотите разобраться в джанго на тонком уровне, так ребята, так это ж вот вам ответ, чтобы написать тест, надо, по крайней мере, знать, чего будем тестировать, надо знать, как тестировать, и как это записать, так ребята, это ж опыт, это и есть ваш код, это и есть тонкости, тестируйте сейчас, еще, ба-ба-бам, запомните, иногда читаешь, вот ребята пишут, я написал программу, хочу, чтобы написать тесты, как это сделать, и тут, ба-бам, очень плехо, очень плехо, почему, потому что во время тестирования ребята приходят идеи, и поэтому, когда мы пишем сайт, программу, тестирование надо сразу подключать, потому что будут приходить идеи по коду именно тогда, а так не пойдет так, и вы напишите проект, второе, что у вас будут потихонечку заполняться тесты, вы будете четко видеть, что слабалось, что нет, как говорят разработчики Джанго, без тестов плохой аппетит, действительно, посему тестирование, посмотрите видео, эта страница будет в описании, почитайте, переосмыслите, итак, у всех, кто делал эти уроки, у них получилось, ребят, но это только начало, ведь сейчас тот период, когда я вас прошу переосмыслить, просто вам надо понять, что Джанго мы понимаем, почему, потому что нам уже надо этот уровень оставить, нам уже надо уровень немножко посложнее, все-таки нам надо делать вещи посложнее, то есть рассуждать уже немножко посложнее, почему, потому что нам уже надо связывать представление, хотя мы раньше говорили, что структуру мы выбрали идеальную, то есть нам уже надо о том понимании, каким образом то, что мы сейчас подвели итог, каким образом связаны модель представления, у нас это должно быть, то есть этим мы должны оперировать, посему, не торопитесь пожалуйста, как я вам сказал, сейчас тот период, когда надо немножко проверить свои знания, вот мы написали проект, что вам надо сделать, что рекомендую сделать, еще раз напишите такой же проект, постарайтесь пользоваться только документацией, проверьте себя, что вы находите, вот я постоянно говорю, мы с вами ходим за документацией постоянно, то есть проверьте себя, проверьте то, что вы пишете, вы понимаете, у вас не должно быть, мы все рассматриваем, не единую точку кода, второй момент, вспоминаем простую вещь, скоро уже заканчиваю, знаю, что устали, система работы с кодом, о чем мы сейчас еще не говорили, но уже пропустили, система работы с кодом, это основной кит, на котором стоит программирование, именно кодом, является основой, так вот, значит, для тех, кто учится в школе, я писал, что есть здесь теория и практика системы работы с кодом, чтобы получить первый навык, здесь 30 уроков мы входим в классы питон и разбираемся, а практика джанга, практический курс, это и есть практическая работа, система работы с кодом, здесь совершенно простые вещи, работа с командной строкой, как мы с вами говорили, вырабатывать алгоритмы, то есть, если пишем представление, то все начинается с понимания, что извлечь, следующий момент, все, что мы видим в представлении, мы четко знаем, где найти, то есть, программист хороший, он знает, где найти и как использовать, он не лазит по гуглу, он в гугл может посмотреть, как это делают другие люди, но он четко понимает, что он хочет, но для этого все начинается с документации, то есть, как я говорил, у вас должно быть следующий момент, вы должны найти за 30 секунд то, что вы хотите, и если вам надо что-то посмотреть, почему, когда будет сейчас работа, старайтесь то, что мы делали с вами в уроках, все это повторить, то есть, работать с документацией, вы четко знаете, где найти, и это читаете в документации, понимаете, идите от кода к документации, пользуйтесь командной строкой, программист без командной строки, это, считайте, как доярка, без коровы и без ведра, без ведра, это вообще ничего нет тоже, нет командной строки, нет программиста, не бывает программиста без командной строки, без командной строки, это просто мученик, который просто мучается и все, но не программирует, Поэтому командная строка для программиста это любимый инструмент. Вы со временем поймете. Следующий момент. Система работы с кодом, там много пунктов. Я говорил об основном, на что мы, о курсе, что мы ведем документацию. Если вы не собираетесь описывать код и описывать то, что вы делаете, то навряд ли вы начнете размышлять кодом. Просто вы не будете знать, как что называется. Это надо тренировать. Почему мы начали проект с документацией и начали все описывать. Отлично. Продолжайте это делать. И так далее. Важно понять просто одно, что в любом случае, хотите вы или нет, но в любом случае у вас есть система работы с кодом. Например, ай потом, ай работает добре, это и есть ваша система. Потом, если удивляться, документацию не хожу, код не комментирую, все у меня быстро, все полетел, функции не знаю, проходит время, промежуток здесь совершенно не важен. Проходит, изучаем месяц, два, три, а вроде код понимаем, писать не можем. Ответ очевиден. Ваша система работы с кодом, она надо менять. Что такое система работы с кодом? Совершенно простая вещь. Код, который вы видите перед собой, его, он должен становиться понятней с каждым месяцем. Но все это достигается за счет комплексно, то, что я говорил, и то, что мы делаем на курсе. Это работа с документацией, это постоянное понимание каждой строчки, а мы все это разъясняли. Так, вроде кажется, как немножко медленнее, но на самом деле это быстрее. Почему? Потому что вещи, которые мы изучили, они отваливаются раз и навсегда, и для нас становятся сочетаемы. И таких вещей становится больше, больше, больше. В конце концов, остальные есть часто вещи, которые просто потом сами проваливаются, они очевидны становятся. Но если вы не используете, не работаете на своей системе работы с кодом, а новичку надо первые полгода именно над ней работать, то очевидность вот этих вещей для вас никогда не наступает. Это плохо, ребята. Посему, заканчиваю. Вот наш урок. Посему, я понимаю, что это видео, возможно, сложновато для людей, которые смотрели первый раз, но оно вполне понятно людям, которые проделали уроки. Итак, ребят, ну, эту статью вы перечитаете, перечитаете и переосмыслите. И в описании, ссылка на описание, и там, возможно, будут еще какие-то бонусы, я доложу. Зайдите в описание видео, если вы на YouTube. Все. Ребят, все получится. Что ж, идем дальше. А, самое главное не сказал. Чем может помочь моя школа? Ребят, я не буду говорить, что там так, сяк, да, у меня большой опыт, я работаю, обучаю программирование с 2013 года. Здесь это сейчас не важно. Важно другое. Во-первых, пожизненный доступ. Можно пользоваться и делайте, пока не получится. Как я сказал. Второй момент. Ведь программирование, изучение, если вы слушали до конца, то вы поняли, что у меня есть определенная система. То есть, есть, как тут правильно сказать, определенным образом. Потому что я говорил, вот функции, то есть, эти все вещи, они очень актуальны, они имеют значение. Поэтому возьмите мою систему, проверьте, это правильное изучение программирования. То есть, определенным образом, иными словами, появляется почва под ногами. Вы можете учиться где-то еще. Вы можете читать книги. Вы можете ходить на другие курсы. Все. Ребят, одно я вас прошу не делать. Не пропускайте шаг с документацией. Вот это я тоже научу. Помните, что программист, не понимающий документацию, это доярка, без ведра и без коровы. запомните это. Те, кто проделал уроки, и у него получилось, уже чувствуют опыт. Но этого еще мало. Нам еще писать более сложные вещи. Вы вырастите в цене, как программист. Будете понимать, что это возможность в будущем работать нормально над собой, и найти работу, и написать свой проект, и все это. Ну, самое главное, это, наверное, использование документации. Действительно, то, что нельзя обходить настоящему программисту. А мы все это делаем по ходу, спокойно, непринужденно, так что все получится. Спасибо за доверие spb.tu.ru Все сказать. Кто-то меня любит, кто-то ненавидит, кто-то критикует. Ребят, ну, я такой, как есть такой. Если вам нравится моя система обучения, она результат точно дает, то просто учитесь. Я делаю, что могу, и делаю, как могу. Вы видите, я выкладываюсь всегда. То есть, мне хочется реально поделиться, я понимаю, что могу, тем, что я могу сделать. И самое для меня главное, вы знаете, честно, я не знаю, мне просто нравится помогать вот так вот. Вот и все. Трудно мне сейчас ответить, что для меня самое главное. Это самое главное для меня семья, наверное, действительно. Все, спасибо, ребят, до свидания. субтитры сделал DimaTorzok,